Второй день фестиваля Крещенские морозы случился полмесяца спустя, но на этот раз просто уметь стоять на лыжах, как это было в случае с командами детских садов, уже недостаточно. Для юных спортсменов подготовили дистанцию от 700 метров до 2 километров, сертифицированную Международной Федерацией ФИС. Это спортивная гаммологированная трасса, на которой проходят соревнования профессиональные. Здесь Красногорская гонка проходит по этой трассе, где отбирают на Олимпийские игры, на чемпионаты мира элитных спортсменов. Поэтому она предъявляет определенные требования к уровню подготовки. В этом году Нижний Новгород, город Первомайск, город Муром, Тверь. Это то, что я знаю точно. Москва очень много здесь. Ну и практически все регионы, все города Московской области. 63 команды. Регистрация на соревнования была закрыта неделю назад, когда кончились номера. Всего их сегодня 1227. Было столько желающих, что пришлось отказать некоторым и отказаться от самой старшей группы лыжников, говорят организаторы. Предпочтение отдали тем, кто помладше. У них не так много возможностей проверить свои силы на лыжне. На старт вышли мальчишки и девчонки из 2006 по 2011 года рождения. Мне нравится то, что тут собираются все сильнейшие. И можно персонал с этим хорошо, на силу. И повериться, кто быстрее может проехать эту трассу. Я хочу продолжить карьеру. Я ровняюсь, хочу стать как Белорукова. Потому что она сильная, очень. Выигрывает. Но она в этом году не сможет. Но я пока что на ней неправильно ровняюсь. Подъемы для меня были легкие. Спуски немного тоже были скользкие. А трасса сама нормальная. Соревнования в свободном стиле. Организаторы планируют отметить ценными призами шесть самых быстрых спортсменов в каждой возрастной группе. Тем, кто финишировал, дарили сладкий приз. Вот это одни из самых массовых соревнований у нас в Московской области. Вот именно здесь, на стадионе, которым уже традиции вековые у этого стадиона. Просто сейчас это новое здание. Раньше было там, где сейчас школа находится. Там была стартовая поляна. Проводилась Красногорская гонка. Это были очень серьезные соревнования. Массово собрать и поставить на лыжи. Это была первоначальная задача фестиваля, с которой его придумал основатель Сергей Веселов. Его уже нет. А традиция жива. Без малого 20 лет.